Вы смотрите Город новостей. Продолжим выпуск. На очереди наша постоянная рубрика «Мелочи жизни». Подворка самых обсуждаемых и неисправленных проблем города за эту неделю прямо сейчас. Сегодняшнюю рубрику «Мелочи жизни» мы решили снимать в экстремальных условиях. Мы специально дождались, когда семнеет. На дворе уже 5 часов вечера, практически 6. Для того, чтобы показать те мелочи, которые зачастую бывают не видны. Кстати, меня вы не видите, но теперь, я думаю, видите. Все дело в том, что находимся мы на улице Гоголя. И здесь в вечернее время вот именно такое освещение. То есть никакого. Люди вынуждены ходить практически на ощупь, щурясь от света, проезжающих мимо автомобилей. Здрасте. Удобно вам тут ходить в такой темноте? Да нет, конечно. Спасибо. Спасибо. Казалось бы, совсем недавно город будоражили. Разговоры о том, что фонари практически не горят. Но постепенно все вроде бы пришло в норму. Но, как оказалось, не везде. И поэтому настоятельная просьба к электрикам восстановить здесь освещение. Чтобы люди могли ходить спокойно, не боясь упасть. Абсолютно аналогичная ситуация и на главной пешеходной улице Карла Маркса. А если потушить все витрины магазинов, останется всего лишь один фонарь, который будет едва освещать пешеходную часть. Но и это не самое главное. Пешеходный переход по Цилвинским мостам сейчас несет для пешеходов огромную угрозу. Потому что здесь дети раскатали все до отражения зеркала. И если бы не фонари, которые мы взяли с собой, здесь можно очень легко упасть. Кунгуряки массово недовольны подобным проявлением беззаботности со стороны дворников. Потому что ни единой подсыпки здесь за весь день так и не появилось. Действительно, проблема эта не шуточная. Если здесь, не дай бог, в ночное или вечернее время кунгуряки упадут, поскользнувшись на таком льду. И сломают себе какие-нибудь конечности. То я думаю, что они имеют полное право заявить в суд. Ведь содержать городские тротуары – обязанность администрации города. И вновь поговорим о том, что было вовремя замечено и исправлено. Находимся мы сейчас возле нового комплекса первооткрывателем кунгурской нефти. Если вы регулярно смотрите нашу рубрику «Мелочи жизни», то, наверное, замечали, что тогда я говорил. Подойти к новому избаянию практически нереально. Снег здесь был по колено. Сейчас же коммунальщики все исправили. И вычистили снег практически до самого асфальта. А это значит, что туристы, да, и любые просто гости города, да даже кунгуряки, теперь беспрепятственно смогут прийти сюда на это новое место первооткрывателем кунгурской нефти. И теперь им будет уже не стыдно за то, как это место выглядит.